Как показал мировой опыт врачей, коронавирусная инфекция не проходит бесследно для человека. Одним из серьезных последствий болезни века стали осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, порой требующие хирургического вмешательства. Количество таких случаев возросло в два раза и в кардиологическом центре области ЖТСУ, куда ежедневно обращаются жители региона. Из-за увеличения числа пациентов руководство клиники задумалось о расширении медучреждения. В сравнении с прошлыми годами в текущем ситуация по коронавирусу менее пугающая. Практически пандемия на этапе завершения, считают медики. Однако теперь им приходится бороться с ее последствиями. Кардиологи обеспокоены числом сердечно-сосудистых заболеваний. Наряду с этим у многих больных наблюдаются и проблемы со свертываемостью крови. Если ранее мы делали примерно 100-150 операций, то сейчас за полгода нами проведено порядка 180 операций. Также в год мы ставили 300-400 стендов. То сейчас за полгода мы ставим почти 800 стендов. Также возросло число операций по установке кардиостимуляторов. Если раньше ежегодно их количество не превышало 70, то теперь только за полгода мы ставим более 100 аппаратов. Все эти операции мы проводим для того, чтобы люди имели возможность поддерживать работу сердца, чтобы не доводить до инвалидности. На сегодняшний день в кардиологический центр обращаются с самыми разными диагнозами – тромбоз, тахикардия, миокардит и другие. Вместе с тем, в большинстве случаев лечение осложняется из-за последствий перенесенного ковида. Также не каждый пациент сможет перенести полостную операцию – сетуют кардиологи. Благо, в этом центре работают врачи высокой квалификации. Многие из них ежегодно проходят переподготовку как в отечественных, так и зарубежных клиниках. Также на базе медучреждения за полтора года внедрено 10 новых технологий лечения кардиологических болезней. Сегодня в нашей клинике проводятся самые разные операции, в том числе и по методу ТАВИ для лечения сердечного клапана. Раньше мы вскрывали грудную клетку, но сейчас не все пациенты могут выдержать эту операцию, так как многие больные после перенесенного ковида страдают болезнями легких. А с внедрением новых технологий теперь эту процедуру можно делать без вкрытия грудной клетки. Это большое подспорье в лечении наших пациентов. Кардиологический центр Талтыкургана рассчитан на 100 мест. За год стационарное лечение здесь получали 3000 человек, а за консультацией врачей обращалось порядка 7000 пациентов. Однако за 7 месяцев этого года нагрузка возросла в разы. Только число стационарных больных выросло до 5000, до 10 тысяч амбулаторных обращений. В день сюда приходят более 150 человек. Я принесла операцию по шунтированию. Прочистили три аорты. Две из них были забиты практически на 100%. Третья на 95%. Раньше такие операции делали только за границей. Теперь же никуда не надо ехать. Даже в институт Сызганова или кардиологический институт Нурсултани. Все сложные операции делают талтыкурганские врачи. Несмотря на возраст, а мне уже 73 года. Я тоже хочу жить. А благодаря помощи наших докторов теперь смогу и полноценно. Я очень довольна. Спасибо всем медикам за помощь. В штате клиники 33 врача. Из них кардиологов всего 8. По словам директора центра с увеличением нагрузки, возрос и объем работ. К тому же размеры медучреждения не позволяют вместить всех нуждающихся в помощи пациентов. А потому клинике требуется расширение. Медперсонал надеется, что их пожелания будут услышаны властями региона. А пока верные клятве Гиппократа, врачи кардиологического центра намерены и дальше лечить своих пациентов. Возвращая им радость к жизни в каждом биении сердца. Гульмира Тимиргалеева, Гульжанат Макуржанова, Жасулан Шенкенжи, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган.